Здарова всем ребят! У меня на календаре 14 января 2021 года. Всех поздравляю со Старым Новым Годом. Ну и давайте перейдем к рубрике вот это новости. Я вам расскажу, что сейчас у нас в ближайшие дни в танках будет происходить. Итак, сегодня 14. Сегодня произошло очередное обновление общего теста патча 1.11.1. Я посмотрел по файлам, которые там подлили, а могу сказать, что я не увидел каких-либо важных контентных изменений. Больше похоже на доработку существующих новинок вот этого патча и исправление ошибок. Если вы еще итальянских тяжей не катали, можете зайти на общий тест, покатать, посмотреть, что они из себя представляют. Примерно 28 января мы ожидаем этот патч на основу. Ну и возможно еще какие-то интересные вещи в него будут добавлены позже. Также, ребят, сегодня анонсировали акцию на 15-18 января, то есть пятница, суббота, воскресенье ближайшие. Называется акция Операция Искры и давайте быстренько по ней пробежимся. Итак, первое. Это перевод опыта в свободный за голду, то есть для донатеров, по курсу 1 к 35. Курс хороший, но не самый лучший. Максимальный, который я видел, 1 к 40. Принимайте решение, нужно оно вам или нет, я лично дождусь более выгодного курса. Однако, может быть, кому-то это будет интересно. Также, ребят, есть возможность прикупить премтехнику со скидкой. Ну, как вы понимаете, 6 уровень, 5 и 7 со значительной скидкой можно приобрести. Но я, конечно же, рекомендую в танках, если вам нужен фарм, в первую очередь смотреть на према 8 уровня и на них скидка 15%. Не бог весть что, но, тем не менее, можете присмотреть, если какую-то машину давно хотели. Сейчас можно это сделать на 15% выгоднее. В любом случае, я не рекомендую торопиться, потому что, блин, с другой стороны, если хотели что-то прикупить, именно прикупить, то, наверное, все-таки стоит это сделать. Потому что в понедельник, вроде бы как, по информации с зарубежных источников, то есть это еще не официальная информация от самой компании Wargaming, у нас ожидается трейд-ин до конца января. То есть, ну, блин, на ближайшие, там, дней 10, может быть, 2 недельки. Трейд-ин – это возможность обменять старую премтехнику на какую-либо новую с доплатой по голде. Возможно, для кого-то этот вариант будет интереснее, чем покупать премтехнику со скидкой 15%. Но, если вас это все не интересует, то есть вы не донатите в картоху, то для вас сейчас вообще самый классный момент. Все ждали этих акций на Новый год, но вот Новый год, точнее, новогодние акции все закончились, и об этом никаких особых информации не взлетало. Тем не менее, ребят, у нас с вами выкатывают на 3 дня скидку на покупку, соответственно, прокачиваемой техники за серебро. Давайте посмотрим, какая это скидка будет. Итак, на прокачиваемые танки 5 уровня скидка 50%. Хорошая скидка, тем более, что на 5 уровне есть интересные машинки. Можно взять, поиграть, а потом продать за те же деньги, за которые купили, и главное дождаться, когда скидка закончится, иначе продадите за 25% реальной стоимости танка. Скидка 30% на 6 и 7 уровень, тоже неплохо. Ну и самое главное, это скидка те же самые 15%, что и на премы, на танки 8, 9 и 10 уровня. Я не знаю, ребят, может быть, вы давно хотели какую-то десяточку прикупить, не хватало серебра, сейчас это можно, ну, на 15% это существенно, я бы даже сказал, очень существенно дешевле приобрести. Смотрите, что вам нужно. Разумеется, в первую очередь стоит брать то, что вам хочется, покатать в рандоме. Если же у вас, как бы, таких критериев нету, или вы не знаете, на что обратить внимание, я рекомендую обратить внимание на танки, которые в том числе подойдут вам во всех режимах, например, в тех же самых ранговых боях или на ближайшей битве блогеров. Это, разумеется, из ПТ-шек Объект 268, вариант 4, неплохой агрегат. Из тяжелых танков это Объект 277, ВЗ-1111-5А, китайский тяж. Ну и, конечно же, легендарный Ливандовский, 60ТП Ливандовского, польский тяжелый танк, универсальная машина, подходит для всех типов боев. А также из интересных, недавно апнутых танков я бы все-таки обратил внимание на ИСА-4, обратил бы внимание на Т110Е5, ну и, конечно же, не стоит забывать про легендарный Объект 430У. Вот эти машины я рекомендую, если у вас какой-либо из них нет, все-таки заиметь у себя в ангаре. Ну а также, ребят, в эти выходные будет дополнительная акция, я отброшу всякие боевые задачи, за которые вы будете получать 15, 30 или даже 50% дополнительного опыта за бой, если будете хорошо отыгрывать. Также малые, ой, большие даже ремкомплекты, это все тоже очень хорошо, но самое главное, ребят, это оборудование. Оборудование вы сможете получить, если набьете 35 тысяч свободного опыта за эти 3 дня, сможете получить одно любое большое оборудование, которое стоит серьезно серебра, там, по-моему, до 700 тысяч серебра может стоить это оборудование, или до 600 максимум. Вот, себе в ангар на выбор. Смотрите, опять же, что вам хочется, что нужно. Причем не обязательно, я так понимаю, брать сразу это оборудование. На принятие решений у вас будет 30 дней. Заходите на склад, там находите раздел поставки из тыла, и в течение 30 дней после выполнения задачи можете выбрать себе одну из единиц штатного оборудования. К сожалению, не трофейного и не бонного. На этом новости заканчиваются, ребят, надеюсь, вам было интересно посмотреть. Короче, подписывайтесь на канал, спасибо за лайкос, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok